Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И начинаем выпуск с погоды. Сегодня в Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 4,9, днем 15-20. В горах ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 5, плюс 10, солнечно. В Черкесии сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 20. Температура ночью 7,9, днем 18-20 градусов тепла. Команда юных футболистов из Хабеза одержала победу в финале всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». О том, что такое мини-футбол, где проходили соревнования, какая была конкуренция, сколько всего игр они провели и с каким счетом выиграли. В эти минуты в нашей студии мои соведущие были Джозаева и расскажут тренер команды Артур Джумаев и его подопечные. Доброе утро всем. Доброе утро, Артур. Доброе утро. Рада вас видеть. Пожалуйста, представьте, с кем вы сегодня к нам пришли. Кто ваши воспитанники сегодня? Со мной сегодня слева у меня левый нападающий Нахушев Артур и центральный защитник Азгеша Васлан. Ну, конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы одержали победу, такую великую победу для школьников во всероссийском финале. Это проект «Мини-футбол в школу». Для начала я хотела бы узнать, что такое мини-футбол. Мини-футбол – это тот же футбол в ограниченном количестве, 4 человека на поле, 1 вратарь и не на траве, а на паркете. Это чуть-чуть другой футбол по сравнению с обычным, с большим футболом. Но вернемся к этим соревнованиям. Сколько было всего игр? Какая была конкуренция? Как проходили эти игры? Я знаю, что вы были в Подмосковье. Да. Игры проходили во Фрязино и в Щелково. У нас групповой этап мы играли во Фрязино. У нас было 5 игр в группе. Чита, Ленинградская область, Санкт-Петербург. В группе одну ничью сыграли с Саранской Мордовией. А с кем вы в финал вышли? В финал вышли с Санкт-Петербург. Не, с областью Ленинградская область. А вот в нынешних условиях как игры проходили? Меры безопасности, наверное, были повышены? Да, конечно. В зале присутствовали только две команды, играющие команды. Судьи, все, кто играл в площадке, они были без масок, естественно. А так тренера, судьи, все были в масках. Ребята, я хочу теперь с вами пообщаться. Артур, как давно ты занимаешься футболом? Я занимаюсь футболом 4 года. Ну, наверное, у тебя есть вот эти идеалы, кумиры, да? Да, конечно, они у всех есть. И у меня. Это Роналдинио и Месси. А у тебя, Аслан? Кто тебе нравится? Роналду, Месси. Скажи, пожалуйста, а вот в будущем ты хочешь быть футболистом, или будешь другую профессию себе выбирать? Конечно, футболистом буду. А ты, Артур? Я тоже, конечно, футболистом. Ну, вы уже решили. Да. Как часто тренируетесь? Каждый день. Шесть дней в неделю. Ничего себе, какие вы молодцы. Артур, обращаясь к вам, хочу спросить, вот в ближайшее время куда-то поедете? Да, у нас 15 октября в Весентуках финал России «Кожаный мяч». Очень усердно готовимся. Потом 30 октября у нас всероссийский турнир хороший в Новороссийске. Надеемся... На очередную победу? На победу, чтобы до победы дойти, нужен хороший человек, который нам поможет выехать туда. Ну, дай бог, чтобы этот человек нашелся. Я желаю вам новых побед. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Черкеская редакция» в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». У меня ощущение, что я теряю коллегу. В гостях доброго утра журналист редакции «Вещание на абазинском языке» ГТРК «Карачаева-Черкесия» Заур Лиев. У нас чуть не то представление об Израиле и народе. Ты понимаешь, о чем я говорю. Не понимаю. Своими впечатлениями о поездке в Турцию и Израиль Заур поделится со зрителями телеканала «Россия-1». Новые друзья, всемирно известные достопримечательности и, конечно, блошинный рынок. Я могу так предложить? Я не смогу отказаться. Смотрите программу «Доброе утро» в пятницу 9 октября в 9 часов 25 минут.